Слово «мёд» имеет еврейский корень и дословно переводится как «магические чары». О том, как волшебство создается и о том, как эти чары воздействуют на человека, смотрите в этой программе. Николай Фионин заниматься пчёлами начал, помогая отцу с пятилетнего возраста. Теперь имеет собственное дело, уже четыре года собирает мёд на своей пасеке. Получил образование бухгалтера-юриста, два образования. Работал в столице, потом приехал в Рязань. Меня не радует та работа, когда ты сидишь, перебираешь бумажки, не видно никакого вообще результата твоей деятельности. Имитируешь бурную деятельность, считаешь себя важным. Ну, всё это немножко несерьёзно. И на определённом этапе понял, что отца нужна помощь. То есть на тот момент у нас уже была приличная пасека, больше ста пчелосемей. И плюс отец приобрёл землю. То есть он решил её возделывать. При этом возделать таким образом, чтобы это было интересно для пчёл. То есть он начал сеять семенами доносных растений. Сейчас его пасека стоит на нескольких полях с доником в Ацели и Гречихой в Рязанском районе. Две сотни семей пчёл опыляют и собирают мёд с нескольких сотен гектаров посевных культур и луговых трав. Работа с пчёлами, именно на мелочах строится эта работа. То есть очень проблемно в дальнейшем на результат сказывается какие-то упущения. То есть можно упустить один-два дня и тем самым потерять приличный объём результата. Именно поэтому человек должен быть хозяйственным для того, чтобы грамотно подготовиться зимой, хорошо сработать весной и не упускать. То есть бывает так, что мы работаем без выходных вообще. Николай отмечает несколько основных качеств, которые присущи характеру пчеловода, и без которых работу с пчёлами наладить не удастся. Есть люди, которые работают с пчёлами, но им не хватает какой-то интуиции, какого-то, ну, безусловно, опыта, может быть, не хватает, когда человек смотрит на то, что происходит в семье, на то, что происходит в природе, и он не может сделать какой-то краткосрочный хотя бы прогноз, там, на день, на два, на неделю. Соответственно, это сказывается на неудачном планировании работы и, естественно, на результате. То есть, пожалуй, вот два качества – это хозяйственность и внимательность. Трудолюбию Николай Феони научился именно у обитателей ульев. За это время неплохо изучил их привычки, поэтому и за мёдом смело приходят с голыми руками. Чтобы извлечь соты из улья, необходимо иметь под рукой три инструмента – дымарь, стамеску и специальную щётку. В дымарь небольшой металлический чайник закладывают бересту и обломки гнилого дерева. С этим устройством пасечник подходит к улью. Под действием дыма пчёлы меньше нападают на человека. О, чуть-чуть повеселее. Сейчас он ещё разгонится и будет отлично дымить. Сейчас задача пчеловода в настоящий момент – посчитать объём корма и определить, подходит ли этот объём корма для зимовки этой пчелосемьи. Если не хватает, то необходимо добавить этот корм. И убрать лишние ненужные рамки. Ненужные по какой-то причине. Либо они старые, либо… вот. Это замечательная рамка, видите, она заполнена от и до. Такая рамка может весить до 4 килограммов мёда. Для зимовки пчелосемьи требуется примерно 22-25 килограммов мёда. Когда пчёлка появляется на свет, и за всю свою жизнь они проходят все профессии, все работы. То есть, когда она появляется на свет сразу, она начинает работать уборщицей. Кстати, вот можно запечатлеть процесс рождения пчёлки. Рождение пчелы – это загадочный процесс. Когда рабочая пчела вылезает из своей ячейки, вид у неё весьма потрёпанный. Её мех помят, окраска кажется тусклой, и она неуверенно бродит по соту. Когда пчела начинает твёрдо стоять на лапках и включается в распорядок жизни улья, первой её работы становится подготовка ячеек. В качестве инструмента пчёлы используют свои языки. Они чистят и полируют ячейки, чтобы пчелиная матка могла снова отложить туда яйца. После этого, как правило, спустя примерно 7-10 дней, у неё вздыхает работа и железо, отвечающих за выделение матчного молочка, за выделение воска. Но при этом у неё скапливается огромное количество осадков пищи в кишечнике. Она вынуждена вылететь на улицу, поскольку пчёлы всё-таки большие частюля. То есть она вылетает на улицу и знакомится с местностью. То есть она облетает улей несколько раз вокруг, она запоминает, какого они цвета. Пчёлы определяют несколько цветов. То есть они определяют синий, голубой, жёлтый, белый. Пчёлы видят в инфракрасном зрении. Ещё один интересный факт. У пчелы 5 глаз. Причём два сложных и три простых. Предполагается, что сложными глазами пчела видит изображение предмета в виде мозаики из отдельных точек. Лётные пчёлы делятся на сборщиц, которые собирают либо нектар, либо пыльцу, на разведчиц. А самые старенькие пчёлы, самые лютые и злые, становятся охранницами. Именно эти пчёлы, как правило, присутствуют на прилётной доске и встречают каждую пчёлку, которая прилетает в улей. Они её обнюхивают и после того, как понимают, что запах знакомый, пчела своя, они её пропускают. Если эта пчела чужая, из чужого уля, то ей не поздоровится. Как правило, её либо потреплют, либо просто уничтожат. То есть убьют. Наибольшая часть населения улей состоит из рабочих пчёл. Названы они так, потому что исполняют все работы в улье. Доставляют материалы для построек, для пищи, очищают улочки, строят соты, охраняют и защищают семью. Все они без исключения бывшие в яйце или маленькими червячками имеют способность сделаться матками. Маток метят по двум причинам. Во-первых, меченая матка, её лучше и проще найти в улье. А во-вторых, каждая отметинка своего цвета, она соответствует определённому году. В силу того, что мы маток меняем достаточно часто, нам важно знать, какого года матка у нас находится в улье. Плюс ещё один такой момент. Иногда пчёлы имеют свойство роиться. И если, например, по записям матка в этом улье у нас была с белой меткой, и вдруг мы видим, что матка без метки, значит, матка поменялась. Либо она поменялась путём роения, либо на так называемую тихую смену, когда пчёлы сами меняют матку по-тихому, без деления семьи. Рамки извлекают из деревянного отсека с помощью стамески, а щёткой смахивают пчёл. Качать мёд в этом году из-за холодного лета стали на две недели позже, чем в прошлом. Рамки отправляют в медогонку – машину, работающую по принципу центрифуги. В результате вращения барабана мёд стекает в бидоны. После этого продукту дают немного отстояться, чтобы на поверхность поднялись частицы воска и мусора. Здесь у человека только требуется погрузка и разгрузка. И, соответственно, необходимо слить мёд. Мы его сливаем сразу через фильтр, для того, чтобы он получился уже готовый. По возможности, поскольку пчёлы у нас стоят в разных местах, весь мёд мы откачиваем по-разному. То есть, например, с одного места мы откачиваем сегодня, завтра мы откачиваем с другого места, и весь мёд подписываем. В какую дату он откачан, ну и, исходя из этого, мы определяем, предположительно, с какого медоноса собран этот мёд. Через два месяца после откачки мёд начинает кристаллизоваться и густеть. Эти признаки говорят о том, что мёд натуральный и качественный. Также при выборе следует обращать внимание на вкус и запах. Они должны быть рисковатыми, чуть терпкими. Зрелость мёда можно определить, наливая его, допустим, понимая наливая. Вот видите, образуется некая горка. То есть, мёд не проваливается в мёд, а образуется некая горка при наливании его на поверхность. А это говорит о его зрелости. Это первый момент. Во-вторых, обратите внимание, мёд наливается, при этом струйка не прерывается. Она может превратиться почти в ниточку, но при этом она не прерывается. Это тоже, собственно, показатель мёда. Обратите внимание, она всё тоньше, тоньше, тоньше и тоньше и тоньше. Уже почти как волосок, но она не рвётся. Это и есть показатель мёда. Если же мёд кристаллизуется неравномерно, имеет карамельный аромат и конфетный кондитерский привкус, стоит воздержаться от такой покупки. Мёд может быть фальсифицированный. Если производитель, и если он стоит на ярмарке, у него не 25 сортов мёда, а там 2-3, и по человеку видно, что он работяга, нет смысла сильно переживать. Поскольку никакой производитель, пчеловод не будет там мудрить что-то. Но это, вот сколько я знаю, работяг, никто таким безобразием не занимается. Стоит остерегаться таких горшей, у которых там 10 сортов мёда. То есть никакая пасека, даже самая большая, не может выдать столько сортов мёда. Например, мы в магазины поставляем максимум 5 сортов мёда. При учёте, что у нас 200 пчелосемьи, у нас есть свои поля с разными медоносами, которые цветут в разное время, и плюс часть пчел мы ставим на дикорастущие годы. То есть мы можем там выдать 5 сортов. Это, конечно, здорово. Но не 10 и не 25 же. А что касается бытовой возможности проверить мёд. Туда можно бросить маленький кусочек, чуть больше крошки белого хлеба, и буквально через пару-тройку минут он должен стать жёстким. Поскольку именно у мёда есть замечательная особенность. Он является хорошим ассорбентом. То есть ты кушаешь эту корочку, ну не корочку, а крошку, и чувствуешь, что она минуту назад была мягкая, прям как пуха, а сейчас она жёсткая, она царапает язык. Это вот один из вариантов. Другой вариант. Взять какую-нибудь проволочку и погреть её надо газом. Мёд никогда не будет пениться. И мёд сразу станет максимально жидким, как вода, и начнёт стекать. При этом никакого запаха карамели быть не должно. Это вот, пожалуй, самый простой способ. Чтобы произвести всего 100 грамм мёда, пчела должна облететь более 100 тысяч цветков. А сам мёд может не портиться веками, при этом сохраняя свои полезные свойства. Главное – его не нагревать. При высоких температурах мёд теряет всю свою пользу. За счёт того, что в мёде ещё и большое количество ферментов, это логично и это обоснованно. То есть действительно при нагревании многие ферменты просто разрушаются и не оказывают своего действия должного. Также и органические кислоты. То есть для того, чтобы сохранить биологически активные вещества, витамины, мёд как натуральный продукт лучше употреблять в натуральном виде. Что это значит? Напиток, с которым вы пьёте этот, вернее, употребляете этот мёд, также должен быть тёплый. Медоносные пчёлы были названы ангелами сельского хозяйства не зря. Считается, что на нашей тарелке, как правило, каждый третий продукт, что мы едим, зависит от процесса опыления сельскохозяйственных культур. Пчелиный воск является вторым по значению продуктом пчеловодства. Из воска пчёлы строят соты, а также делают крышечки, забрусы, которыми запечатываются ячейки. Пчелиный воск содержит много витамина А и активнее всего используется в косметике. Также его можно сжевать, чтобы очистить зубы от налёта и зубного камня. Это коробка. Там замкнутая коробка. Лоток наклонный. Туда мы складываем московое сырьё. В частности, в данный момент это будет забрус, под который пчёлки обглодали, облезали. Получаются сухие восковые опилки. Всё это дело туда закладывается. Ну и, как видите, эта воскотопка, она движется. То есть она на платформе. Движется по направлению солнца. Зеркало призвано усиливать эффект. Ну и, собственно, чтобы поживее, побыстрее происходило. Воск, который стапливается, вместе с некоторым количеством мусора стекает. Здесь, вот в этом лотке, есть отверстие. Чистый воск, весь отфильтрованный. Стекает вот большой лоток. Ну и на выходе мы имеем вот такие слитки воска. Посмотрите, насколько он золотисто-жёлтый. Это говорит о том, что это, пожалуй, самый высококачественный воск, который можно получить на пасеке. Прополис пчёлы используют для защиты своих ульев. Этот термин происходит от греческих слов «про», то есть из лучших убуждений, или для защиты полиса, то есть города. В щелином мире это вещество защищает улей, но оно также может защитить организм человека. А это замечательный продукт с повышенным лечебным действием. Он хорош как при ангинах, болящем горле, так и для пищеварительной системы. Поскольку прополис – это природный антибиотик, у которого есть два замечательных свойства. Во-первых, у патогена микрофлора нет к нему… всё это не адаптируется, вся вот эта вот зараза не адаптируется к прополису. То есть адаптивности как таковой нет. Во-первых. А во-вторых, прополис обладает выборочным действием. То есть он не угнетает развитие молочных кислых бактерий, которые являются основой пищеварения человека, но при этом угнетает развитие золотистого стафилокока, палочки коха, бактерий, вызывающих язву желудка и много-много-много чего. То есть, ну, я считаю, что это находка. Например, в каждом доме есть зелёнка или йод. Я считаю, что в каждом доме должна быть спиртовая настыка прополиса. Пчелины улей – это кладезь невероятно волшебных веществ. Воск, прополис, пыльца, маточное молочко – все эти продукты приносят нам только пользу. Простой приём внутрь может избавить от многих болезней. Кстати, термин «медовый месяц» пришёл к нам из Норвегии. Там было принято, что в первый месяц молодожёны должны есть и пить медовые напитки. Субтитры подогнал «Симон»!